Команда проекта «В путь» сегодня замахнулась испытать себя на выносливость и отправилась в пеший поход длиною 20 километров. Не достанется клещам нашей кровушки. Лучше амбре на сегодня. Жаль только, что от кустов крапивы себя никак не застраховать. Вот она, первая крапива. По идее, она еще не должна ощипаться, кусаться. Ау! Это ужасная шутка. Парни, вы говорили, что она не щипает. Декорации в одном и том же Кицканском лесу будут разные. И способы передвижения тоже необычные. Как вам дефилиар Сения через старое устье Ботны? Напомню, что Сеня имеет цирковую школу за плечами и, наверное, мечтал бы выступать в цирке Дюссалей. Я думаю, шанс у него есть, если он пройдет по этому бревну. Давай, дружок! Судьба злодейка, поднялся ветер. Поэтому сценарий моей переправы может быть абсолютно непредсказуемым. Ну все! Где аплодисменты? Почему их нет? А еще прогуляемся вдоль рукава Днестра. Это такая маленькая речушечка, протяженностью около 150 километров, начинается в Кодрах. И у нас напротив Терновки впадает Днестр. Напротив самого устья есть прекрасный пляж, который в народе называют Золотые пески. Заглянем в монашеский скит. Да, такой есть не только на Валааме и Святой горе Афон. В этом смысле тоже все максимально по-честному. Не было каких-то особых договоренностей. Мы не знаем, кто там сейчас находится, сколько там человек. Чем они занимаются. Можем ли мы вот спокойно так заходить туда? Сейчас вот в таком в лайф-режиме все выясним. И встретим закат в уникальном месте. Такого вы не увидите больше нигде. Это дуб возрастом 500 лет. И надо сказать, что это не предел. Эти деревья долгожители и могут жить целых две тысячи лет. Ну что, только половину этого дерева мы охватили. Ребят, присоединяйтесь, выключайте камеры, и у нас есть шанс. Прогуляться с нами и не устать можно сегодня вечером сразу после Кэба.